Дочку выдают замуж, они сразу смотрят на материальное состояние и его положение будущего мужа, этого жениха. Не нужно это материальное положение ставить на первое место. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, указал нам, чем стоит ориентироваться при выборе будущего мужа для дочери или жены для сына. В хадисе сказано, если к вам придет свататься к вашей дочери, тот, чьей религиозностью и порядочностью вы довольны, то соединяйте их браком. Если вы это не сделаете, то начнется смута на земле и чрезмерное, чрезвычайное распутство. Например, молодой парень, который не имеет вредных привычек, то есть не курит, не пьет, совершает намаз. Если у него не то материальное положение, которое вам хотелось бы, не надо ставить на первое место это материальное положение. Вы давайте замуж, если этот человек совершает намаз, и чьей религиозностью вы им довольны. Спасибо.